Как восстановить ИНН физического лица при утере? ИНН – вид документа, получить который человек может лишь единожды. Невзирая на такие обстоятельства, как смена имени или фамилии, место проживания, утеря или порча, стать обладателем другого номера. Налогоплательщика не получится. При необходимости бумагу можно восстановить и времени на это уйдет немного. Порядок действий при восстановлении ИНН физического лица практически такой же, как при первичном получении. Все налоговые данные, которые были в утерянном, испорченном или утратившем силу документе, останутся прежними. Зачем нужен ИНН? Налоговая система России предполагает осуществление контроля за налоговыми поступлениями со стороны физических и юридических лиц. Все сборы, которые поступают в казну, уходят туда в соответствии с присвоенным гражданину идентификационному коду, который и называется ИНН. Получить такой номер должен каждый человек, проживающий в Российской Федерации. Простота оформления и кратковременное ожидание – залог того, что ИНН получает каждый гражданин. Делать это необходимо только один раз в жизни. Впоследствии изменить данные сертификата не получится, сколько бы попыток не было предпринято. Свидетельство о присвоении ИНН Физическим лицам идентификационный номер пригодится для того, чтобы иметь возможность в течение всей жизни официально трудоустраиваться. Серьезные организации и государственные структуры кандидатов без ИНН даже не рассматривают, особенно в Москве, декларировать. Доходы – это важно в контексте страхования и суммы будущих пенсионных отчислений, получать разнообразные налоговые льготы и вычеты. Оформлять документы самого разного порядка, в том числе договоры и кредитное заявление, регистрироваться на сайте госуслуг, получать информацию о штрафах и налоговых задолженностях, открывать ИП. Ребенку также пригодится налоговый идентификационный номер. Многие родители не понимают, для чего это нужно. Ответ прост – номер налогоплательщика лицам до 18 лет необходим для получения имущества, которое подлежит налогообложению получения наследства, которое оформлено на несовершеннолетнего получения налоговых вычетов, например, студентам, один из родителей которого оплачивает обучение после смерти второго. Принципиально важно наличие номера налогового плательщика и для лиц юридических. Они – самые важные поставщики средств в бюджет. ИНН им необходим для постановки предприятия на учет в налоговый орган, регулярных отчетов перед налоговой службой, реализации возможностей кредитования, сотрудничества с другими юрлицами, подписания и оформления документации, участие в тендрах на государственном уровне. Важно! Без наличия ИНН осуществлять предпринимательскую деятельность не получится. Невозможен без данного документа и официально оформленный трудовой процесс для физического лица. Порядок восстановления ИНН. Бывают ситуации, когда сертификат с числовым значением ИНН теряется, приходит в негодность или становится неактуальным, например, при смене фамилии или имени. Это не является непоправимым, поскольку Единый государственный реестр хранит информацию обо всех выданных документах. Зная, как восстановить ИНН физического лица при утере проблему можно решить в течение не нескольких дней. Восстановление номер выдачи нового свидетельства осуществляется по факту утраты после получения от налогоплательщика заявления по форме 2.2.учет. Форма эта предполагает просьбу восстановить документ, который отражает постановку лица на налоговый учет и присвоение ему индивидуального номера. Внимание! Изменить номер налогоплательщика нельзя. При обращении в налоговую службу можно получить лишь дубликат сертификата, выданного ранее. При потере документа полной замены данных не будет. Восстановление в налоговой инспекции. Самое популярное место, где можно восстановить ИНН физического лица, это налоговая инспекция по месту жительства налогоплательщика. Территориальное отделение принимает заявление на восстановление документа. Территориальная инспекция получения дубликата ИНН предполагает предоставление в налоговую службу следующих документов заявления. Формы 2.2. Учет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, документ, который служит подтверждением регистрации по месту жительства. Квитанцию об уплате пошлины. Внимание! При оплате пошлины в 2018 году придется заплатить в пользу государства 300 рублей, однако если необходимо получение дубликата ИНН. В срочном порядке, размер госпошлины составит 400 рублей. Восстановление через интернет. К сожалению, через интернет восстановить номер налогоплательщика не получится. Важно, что некоторые моменты онлайн-посещения ведомства все же могут быть актуальными для желающего восстановить документ. Например, помогут избежать посещения ведомства реквизиты для оплаты госпошлины, размещенные на сайте. Оплату можно осуществить и онлайн. Для этого потребуется ввести данные того лица, которое будет являться получателем платежа, в специальной форме на веб-странице. Распечатанную квитанцию необходимо приложить в пакет у документов, который будет подан в налоговый орган при личном визите. Если номер налогоплательщика должен восстанавливаться в срочном порядке, а времени на посещение ведомства нет, можно посредством интернет. Узнать числовое значение присвоенного гражданину кода. Сделать это можно через специальную форму на налог. Ру или через портал госуслуг. Форма на сайте налоговой службы. После ввода основных данных заявителя в течение нескольких секунд информация будет обработана и гражданин получит информацию о своем номере налогоплательщика. А вот за бумажной версией документа придется обратиться в территориальную инспекцию. Направление документов по почте. Не всегда у заявителя есть возможность лично посетить ведомство для восстановления ИНН. В таком случае документы в налоговую можно отправить почтой. Перечень следующий. Заявление 2.2. Учет копии паспорта или иного документа подтверждающего личность копия документа, который служит подтверждением регистрации по месту жительства прописки квитанцию об уплате госпошлины 300 рублей. Внимание! Копия отправляемых документов должна быть нотариально заверенными. Это требование призвано исключить возможность мошеннических действий в отношении какого-либо лица. Отправка письма почты. Получить документ можно только в отделении налоговой службы через 5 рабочих дней с момента получения заказного письма. Если сам налогоплательщик или его законный представитель не явился в территориальную инспекцию за документом, то ведомство обязано направить его почтой посредством доверенного лица. Возможен вариант привлечения доверенного лица. Это может быть любой человек, который согласен помочь заявителю и которому можно доверять свои личные данные. Порядок обращения доверенного лица такой же, как и для непосредственно заявителя. Есть одна важная деталь. Посредник между физическим или юридическим лицом и налоговой службой должен иметь документ, подтверждающий его полномочия. Это может быть свидетельство о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем или доверенность. Она может быть как разовой, так и генеральной. Как заполнить заявление? Заявление на восстановление потерянного идентификационного номера для некоторых граждан. Бумага малознакомая, заполнить которую достаточно сложно. На самом деле форма достаточно проста. Форма содержит три листа, страница один. Налогового органа, данные доверенности при наличии таковой. Страница 2. Следует указать факт изменения личных данных заявителя, настоящее ФИО, сведения о смене имени или фамилии данной документа, подтверждающего личность. Здесь же внизу страницы следует внести данные о месте жительства гражданина. Страница 3. Она посвящена данным о месте жительства и пребывании гражданина. Наиболее актуальна страничка для лиц, которые подают заявление о получении дубликата ИНН, находясь в другом городе. Заявление 2.2. Учет важно. Анкету можно заранее распечатать и заполнить самостоятельно, в том числе на компьютере. Форму можно скачать с сайта территориальной инспекции в электронной форме и в формате учет. Экс-ФЛС. Восстановление в другом городе. Подать заявление о восстановлении сертификата с номером налогоплательщика можно практически из любой точки мира. Для этого необходимо лишь почтовое отделение. Налоговый кодекс ИРФ сообщает о таком праве физического лица. Заказное письмо может быть отправлено из любого региона ИРФ. Получение дубликата ИНН вредельно сжатые сроки, возможно. В некоторых случаях приходится пользоваться более дорогими услугами, прибегая к помощи транспортных компаний. Потеря или порча свидетельства о присвоении ИНН – не повод паниковать. Документ можно легко утерять и несложно восстановить, имея лишь минимальный пакет документов, даже если временно пришлось сменить место проживания. После получения всех необходимых документов налоговая служба в течение пяти рабочих дней подготовит дубликат. Если забрать его самостоятельно нет возможности, можно прибегнуть с помощью доверенного лица, предварительно закрепив его полномочия нотариально.